Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вот вы знаете, у каждого человека много ипостасей. У Волощука есть до нескольких ипостасей. Каких? Он и доктор наук, и почетный строитель России, и руководитель компании экспертной, и рок-музыкант, сочиняет стихи, сочиняет музыку. А еще Волощук СД, коллекционер гитар электрических. И вот куда может ехать коллекционер гитарный? В понедельник, в весенний вечерочек. Вот куда он может ехать? Не знаете, а я вам отвечу. А едет он к своему одному товарищу, к хорошему. Зовут его Александр, который является гитарным мастером. И который поддерживает мою коллекцию в рабочем состоянии. Постоянно проводит профилактику всех гитар. Если надо, он там меняет конденсаторы, меняет струны, подтачивает лады. То есть держит их в здоровом состоянии. Гигиену такую проводит, профилактическую, постоянно. И мы договорились, что он сделает мне гитару собственными руками. Это будет именная гитара. Моя и именная, потому что он ее сделает сам. И вот сейчас мы едем к нему, к его компанию, которая называется Музремонт. У нее такая компания своя, которая занимается ремонтом гитары, производством гитар. Где будем обсуждать детали производства и создания моей личной гитары. Вот так вот. А вы говорите, что некуда коллекционеру съездить вечером. Есть куда съездить. Вот к Александру Владимировичу Анисимову. Так что оттуда продолжим репортаж. Ну вот мы и прибыли. Ремонт гитар. Вот тут происходит это волшебное действие. По настройке, ремонту, профилактике и созданию новых инструментов. Пойдем. Здравствуйте, Александр Владимирович. Как же я давно вас не видел. Уважаемые любители рок-музыки. Приехал к своему хорошему товарищу. К вот этим золотым рукам. Вот посмотрите, золотыми руками я поздоровался с ними. Почему золотые руки? Объясню вам. А потому что это один из лучших гитарных мастеров города Москвы. И России, соответственно. Поэтому мою коллекцию Саша приводит в порядок. Вот так вот. Чтоб гриф не перед ним искривлялся. Чтоб струны были новые. Чтоб ничего не заедало. Никих заусенец не было. А еще, помимо того, что у него золотые руки. И он не умеет чинить гитары и приводить их в порядок. Он еще и гитарный мастер. Делал гитары многим известным гитаристам. Но я знаю только про одного. Это про Владимира Кузьмина. У него такая гитарка. У него есть такая. Там сам веселониссимо. Для Романа Кузьмина. Для Романа Кузьмина. Но это другой Кузьмин. Поэтому я проехал Александру Владимировичу, чтобы заказать у него именную гитару. Чтобы он мне сделал своими золотыми руками. Под меня. Чтобы она была удобная, хорошая и звучала обалденно. Сделаем, Саша. Сделаем. Я уже не сомневался. Я знал, что это золотые руки. Я подготовил вам материальчик. Покажите. Покажите, Александр Владимирович. Ты. Изумительная штука. Это называется тополь. Тополь. Это кап тополя. Очень красивая штука. Очень красивая. Реально. А соединитель я решил с кленом. Вот таким образом. Это будет лицевая часть. После обработки и тонирования это будет огонь. Через кленовую проклейку. Так. Ну объясню почему. Потому что она здесь нужна. Она будет давать очень красивый такой ростон. Вот здесь вы видите. И будет более стабилизировать звучание. Но самая фишка в том, что гриф будет одной минутой. Уважаемые любители рок-музыки, я кое-что поясню. Я только согласовал форму гитары. Вот мне нравится такая форма. PRS-овская такая форма мне нравится. А все остальное я отдаю на откуп Александру Владимировичу. Потому что он лучше потом разбирается. Какое дерево лучше сюда вставить. Какие прокладки, какой гриф. Поэтому все остальное только мастеру на его усмотрение. Я хочу, чтобы она была именно аннисимовская гитара. Не просто там. Вот так вот. Здесь есть такая интересная особенность. Значит, у Пауэллит Смита вклеен гриф. Да. Это здорово, это все знают, это работает, это имеет свое характерное звучание. Есть еще метод соединения грифа с корпусом. Это такой вот нижний замок. Когда, значит, здесь вот эта часть, она будет находиться внизу. Так. То есть, очень длинно заходить будет гриф в корпус. Так. Чем сделать звучание оригинальным, я надеюсь. Уже проверено, я делаю так телекастер для Рома Кузьмина. С гипсоновой мензурой и с таким вот вкреплением. И практика показала, что это работает. Плюс очень оригинально. А с этой стороны он будет замыкаться от накладки. Накладка черного дерева. Соответственно, звукосниматели я подобрал, я думаю, это будет барнакл. Очень хорошие бутиковые датчики европейские. Мне надо, чтобы хэви-метал попса шансончики вздрогнули. Чтобы я как дал по струнам. Чтобы они там попадались. Вот так надо. Сделаем. Сделаем. Прокупим именно такие датчики. И еще я вторую буду делать модельку. Там я тоже возьму барнакл, но я, наверное, поставлю туда синглы по 90. Уже зарекомендовали очень шикарно на делегастере. Ничего проверить. Пока этот вариант будет. Но параллельно я буду делать еще один вариант. С другой компоновкой дерева. И возможно мы даже выберем что-то поинтереснее. Александр Владимирович, ну и самое главное. Так как это гитара мастеровая, мастером сделано будет. То мне хочется, чтобы где-нибудь там была ваша подпись поставлена в виза. И на головке грифа, чтобы были инициалы мои. Которые полюбились любителям рок-музыки. Волощук СД. ВСД. Вот что надо сделать. Сделаем. Это обязательно. Сделаем. Им скрустировать прям туда. Да, обязательно сделаем. Вот так вот. Уважаемые любители рок-музыки. Такая будет у меня гитара. А вы говорите, что все будет плохо. Все будет великолепно. Я думаю, что в следующем релизе мы покажем более уже что-то конкретное. О! О! То есть это будет первая серия. Вы уже у дерева. Киевка вставки, киевка прокладка, гриф. Какая накладочка из черного дерева. А в следующей серии мы уже посмотрим, как оно будет двигаться дальше. Правильно? Обязательно. Я на вас надеюсь. А то играть не на чем. Ну не на чем играть. Нету гитар. Ну хэви метал поп со шансончики говорят. Что у тебя там за дрова какие-то? Что это за дрова какие-то там? Гибсон и Фендер и там Том Андерсон. Надо, чтобы были. Анисимов. Вот что надо сделать. Дайте вашу руку. Так что хэви метал поп со шансончики. Держитесь. Со мной сам Анисимов. Александр, я смотрю, вы перестроили тут все. А это не у Пола Маккарти вы случайно украли Хофнера? Нет? Или он вам привез на настройку? Пол Маккартни. Пол Маккартни лично Хофна раздал своего на настройку. А вы говорите, что здесь плохая мастерская. Да вы что, Музремонт лучшая в Москве. Хофнер Архилш. О, она так же. Вот она, красавица. Матин Болгария. В первую ругруппе, в которой я играл, а я был мне 16 лет, у нас у басиста была именно вот такая, Хофнер болгарский. И он так гордился, он говорит, я как Пол Маккартни, только на левую руку, а тут на правую. А вы грозились показать гитару Кузьмина. Ну вот такая мастерская. Ну что, прекрасная мастерская. Прекрасная мастерская. Я сразу в школу вспоминаю. Уроки труда. Или надо? Помните, уроки труда. А здесь смотрим, как трудятся великие мастера. Ну вот, уважаемые любители рок-музыки и хэви-метал-попса-шансонщики. Будет у меня хорошая гитара. То вы все критикуйте меня, так критикуйте. Что ты там на всяких там этих Джеймсах Труссартах играешь, всяких там на стил-мастерах. Будет настоящая русская крутая гитара. Смотрите там, держитесь и не балуйтесь. В Советском Союзе приобрести хорошую фирменную гитару, просто так зайдя в музыкальный магазин, было невозможно. Можно было купить только гитару советского производства. В лучшем случае поехать в Москву в магазин Лейпциг с немецкими товарами. И если повезет, купить там ГДР-овскую полуакустическую гитару Мьюзима. Или пробиться в магазин София с болгарскими товарами. И купить там болгарский Орфеус, пиратскую копию Гибсон ЕС-335. Ну, или если уж очень сильно повезет, то купить кем-нибудь привезенную из еще одной дружественной социалистической страны, чешскую Йолана Диаман, пиратскую копию Гибсон Лес-Олт. Гитары из европейских стран социалистического лагеря были намного лучше советских. И в принципе, в умелых руках это были достаточно неплохие инструменты. Но их звучание все равно не могло сравниться с легендарными американскими шедеврами гитаростроения Гибсон или Фендер. Но инструменты из загнивающих капиталистических Соединенных Штатов в Советский Союз не завозились. Поэтому даже при наличии денег достать их было практически невозможно. Ну, если только твой папа не дипломат и не привез тебе такую гитару оттуда. Поэтому под занавес Советского Союза при возрастающем спросе в зарождающейся советской рок-среде в Москве начали появляться народные умельцы, которые стали делать самодельные, но достаточно неплохие по звуку, по удобству игры и по форме гитары. И вот одним из таких московских умельцев, которые делали приличные самодельные гитары, и был Александр Владимирович Анисимов. В гостях у которого мы сейчас находимся, и который уже давно возглавляет собственную фирму «Муз Ремонт», специализирующуюся на ремонте и восстановлении как акустических, так и электрических гитар, и которые, конечно, не так часто, как раньше, а уже изредка по просьбе известных гитаристов делают интересные именные инструменты. Вот такой инструмент он любезно согласился сделать и будущей звезде русского рок-н-ролла Волощуку СД. Вот, вот видите, какие гитары умеет делать Александр Владимирович Анисимов. Это Кузьминовская, видите, Владимир Кузьминов. Тут подпись мастера Анисимов. И поэтому, как вы думаете, стоит у такого мастера заказать, а? Вот. Вот то-то и я говорю, что стоит. Поэтому будет и у меня гитара с подписью Анисимов. Так что трепещите там, трепещите. Александр Владимирович, может, пока, как она звучит хоть? Да легко. Пойдемте. Великолепно звучит инструмент. А для Волощука СД надо сделать так, чтобы вообще неотразимо, чтобы было. Да, Александр Владимирович? Конечно. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории Иван без цензуры, Расскажет рокер Волощук. Расскажет рокер Волощук.